Ну что друзья, обзор Doogee X5 Max, который вышел на канале в конце июня, собрал некислое количество просмотров, и это говорит лишь об одном — народу интересные бюджетники. Далеко не всем нужен смартфон премиум-класса с мощным железом за огромные бабки. Нет, конечно, от такого аппарата никто бы не отказался, но суровая реальность такова, что подобную роскошь могут себе позволить далеко не все. Поэтому на моем канале всегда было, есть и будет много обзоров бюджетных смартфонов. Короче, ближе к теме. Как вы уже поняли, сегодня вас ждет обзор Doogee X5 Max Pro — это улучшенная версия популярного X5 Max. Цена девайса в Китае — $80 с небольшим. По традиции заряжаю на фоне ритмичную музычку, на этот раз это бодрый ремикс на старенький хит «What is love» и начинаю свой обзор. Погнали! Друзья, по сути в этой коробке все тот же X5 Max, который абсолютно не изменился внешне. Версия Pro отличается от предшественника только процессором с запасами памяти и ценой. Поэтому, если вы смотрели мой видос об X5 Max, то возможно заметите некоторые повторы и испытаете чувство DejaVue. За это заранее извиняюсь, но это не я такой, смартфоны такие. Итак, комплектация все та же. В картонной коробке вы найдете смартфон, кабель microUSB, зарядное устройство на 1 Ампер и краткую англоязычную инструкцию. Защитная пленка на дисплее присутствует. Как я уже сказал, внешность абсолютно не изменилась — это все та же упитанная пластиковая плитка. Выпирающая окантовка на торцах хоть и окрашена под металл, но тоже выполнена из пластика. Все элементы расположены на стандартных местах. Сенсорные кнопки без подсветки, индикатора событий нет. Разъем microUSB, джек для гарнитуры — сверху. Зоны перфорации мультимедийного динамика, который здесь один, снизу. Абсолютно не люфтящие и мягко нажимающиеся кнопки питания и громкости на правом боковом торце. Сзади у нас съемная крышка из матового не скользкого пластика, поверхность которой прекрасно собирает на себе жир и отпечатки пальцев. По крайней мере в черном варианте это именно так. Doogee X5 Max Pro также можно купить в белом цвете и я подозреваю, что он будет менее марким. В левом верхнем углу тыльной поверхности у нас глаз основной камеры и ее подсветка. В обзоре X5 Max я обратил внимание на то, что сканер отпечатков пальцев расположен слегка криво. Тогда я это списал на мелкий производственный брак, который встречается в первых партиях. Но ни хрена, здесь мы видим такую же картину, так что слегка косой сканер — это своеобразная фишка данной модели. Но не будем за это ругать китайцев, возможно так и было задумано, чтобы палец точно ложился на сканер. Как я их отмазал? Четко? Толщина корпуса все те же 10,5 мм, а весит этот толстопузик 187 грамм. Краткие впечатления внешности смартфона у меня такие — он не страшный и это уже хорошо. Да, толстоват, да, рамки по бокам экрана широкие, но никто нам за 80 баксов ультратонкий безрамочный смарт и не обещал. К тому же не будем забывать, что внутри этого тела скрывается весьма емкая батарея, до которой мы еще доберемся. По экрану. Я просто расплываюсь улыбки, когда вижу обзоры X5 Max или X5 Max Pro, в которых авторы воспевают этот дисплей. На самом деле экран явно бюджетный. Нет, я ни в коем случае его не ругаю, потому что он абсолютно соответствует цене самого смартфона, но петь ему хвалебные оды — это уже слишком. Цвета бледноватые, не очень насыщенные, воздушная прослойка есть, олеофобного покрытия нет, явная инверсия черного цвета по диагонали присутствует. Но для ультрабюджетников все это норма. По крайней мере в офлайн магазинах я до сих пор вижу в продаже какие-то непонятные смартфоны с зернистыми дисплеями низкого разрешения и стоят такие аппараты дороже, чем наш герой. Здесь же мы получаем 5-дюймовый IPS-экран с разрешением HD, без явной пикселизации и большими углами обзора по вертикали и горизонтали. На летнем солнышке, конечно, картинка выцветает, но все же остается читабельной. Ну и главное — Touch. Он здесь на два касания. Dual-touch адекватный. Оба касания сливаются в одно лишь в определенной плоскости, и вы это можете наблюдать сейчас на экране. Видите, да? Второе касание пропадает только в одной позиции, в остальных случаях Touch отрабатывает две точки. В играх при наборе текста, при масштабировании картинок и так далее сенсор отрабатывает адекватно, так что это нормальный, честный Dual-touch. А бывает намного хуже, и в одном из ближайших обзоров я покажу вам ультрабюджетник, в котором также экран на два касания, но Touch там просто адский. Но в целом, мое мнение такое, пора китайцам отказываться от экономии на тачскринах, а вместо внедрения в дешевые смартфоны разного рода фишек, типа сканеров отпечатков пальцев, ставить нормальные сенсоры с полноценным мультитачем на пять касаний. Едем дальше, и наконец переходим к самому интересному — к аппаратной части. В Doogee X5 Max Pro мы имеем новый бюджетный процессор MTK6737. С этим чипом я уже знакомил вас в обзоре Hometown HT17, который стал первым китайцем, получившим данное железо. Там мы видели урезанную версию MTK6737M, которая имеет максимальную частоту 1,1 ГГц. К сожалению, чуда не произошло, и герой этого обзора также получил кастрированную модификацию с приставкой M. Здесь мы имеем примерно такой же уровень производительности, как в смартфонах на базе MTK6580 или MTK6735P. Ну да, 6737 дает небольшой прирост производительности, но заметить его можно разве что по цифрам в бенчмарках. Этот прирост настолько мизерный и неощутимый, что я позволю себе его просто не учитывать. Напомню, предшественник X5 Max имеет процессор 6580, и главное преимущество версии Pro состоит в том, что MTK6737 наделен поддержкой сети 4G. Все остальное просто пыль. Это что касалось процессора. С памятью картина такова. Версия Pro получила удвоенные объемы и оперативной, и пользовательской памяти. Получаем 2 ГБ оператива и накопитель на 16 ГБ, доступность которых 10,5 ГБ. Естественно, слот для карт памяти имеется под крышкой. Итак, чуть лучше ProOS, в 2 раза больше оперативки, в итоге Pro-версия выглядит более бодро в повседневной работе, чем X5 Max. И чуток синтетики. В Antutu Doogee X5 Max Pro набирает в районе 27000 баллов. Для сравнения, предшественник набирает на 2000 очков меньше. В Geekbench 3 такие цифры. 532 балла в одноядерном режиме и почти 1500 при многоядерном тесте. Что касается игровых возможностей, то никакого прогресса я не заметил. Его вообще нет. По привычке погонял на смартфоне в танке, и могу сказать, что у меня сложилось такое впечатление, что X5 Max Pro показал себя в этой игрухе даже хуже, чем X5 Max. Играть можно только на низких настройках графики, и даже в этом случае наблюдались периодические провалы FPS до слабоиграбельных 20 кадров в секунду на некоторых локациях. В общем, смартфон рекомендован для игр попроще. Программная часть представлена здесь шестой версии Android, на которой производитель накатил свой слегка переработанный лаунчер. Имеем перерисованные иконки, скромный набор обоев и стандартные виджеты. Короче, все то же самое, что и у предшественника. Здесь также присутствует несколько предустановленных приложений, наиболее интересным из которых является прога Parallel Space, позволяющая заводить на смартфоне второй аккаунт для... да для чего угодно, будь то электронная почта, ВКонтакте или любой другой сервис. Также отмечу функцию Super Screenshot, которую можно активировать в шторке. С ее помощью вы можете заскринить выбранный участок на экране или сделать фигурный скрин. Управление жестами. Есть разблокировка по двойному тапу тоже. Русификация системы практически полная, на английском отображается лишь несколько нестандартных для Android опций. Обновлений по воздуху на момент записи обзора пока не видать, но они предусмотрены и, наверное, их прилета можно ожидать в будущем. Кстати, более новая прошивка для X5 Max Pro от 10, августа все-таки есть. Но ставится она пока только в ручном режиме и найти ее можно на форуме FOPDA в теме обсуждения этой модели. И если вы смотрели мой обзор X5 Max, то знаете, что в нем присутствовал вирусняк, встроенный функцию Face Beauty в камере смартфона. Здесь режим Face Beauty тоже активен в камере по умолчанию, но антивирус Doctor Web потенциальных угроз не обнаружил. Наверное, китайцы все-таки одумались и не стали в очередной раз позориться и внедрять вирусняк в новый смартфон. Со связью все хорошо, это касается и слышимости при разговорах, и уровня приема сигнала. Слоты находятся под крышкой. Слева слот для карты размера Micro SIM, в правый слот можно установить Nano SIM карточку. По данным инженерного меню, смартфон может работать в диапазонах 3G WCDMA, 850, 900, 1900 и 2000 МГц, а также в сетях 4G LTE в диапазонах Band 1, 3, 7, 8 и 20. Быстрый тест GPS модуля показал, что смарт подключается к небу быстрее, чем предшественник, но на большое количество спутников рассчитывать не приходится. Аппарат обнаруживает минимально необходимое для навигации их количество. Качество мультимедийного динамика осталось прежним, это неплохой бюджетный динамик и не более того, высокие частоты рулят. В наушниках звучит хорошо, 5-полосный эквалайзер есть. Важный для многих момент, предшественник не поддерживал функцию OTG. X5 Max Pro такую поддержку получил. Смартфон и подключаемые флешки видит и способен заряжать другие смартфоны через OTG кабель. Для настройки сканера отпечатков пальцев в основном меню предусмотрен специальный пункт Fingerprint, где вы можете добавить до 5 отпечатков. Для бюджетного смартфона сканер здесь весьма неплох и ошибается он не часто. Набор датчиков минимальный, имеем лишь сенсоры освещения, приближения и акселерометр. Датчика магнитных полей нет, гироскопа нет. Ситуация с камерами практически без изменений. Основная 5-мегапиксельная с интерполяцией до 8. Качество чисто бюджетное. При запуске камеры всегда активен режим Face Beauty, который приходится каждый раз отключать, так как он убивает и без того не лучшую детализацию. Камеру можно использовать для фотографирования документов, текста, каких-то объявлений на улице. Короче, чисто для быстрых мобильных фоток. На что-то более серьезное рассчитывать сложно. Некоторые примеры тестовых снимков перед вами. В описании видео будет ссылка, где можно скачать архив с исходниками. В обзоре X5 Max я ругал вспышку. Как оказалось, у меня в руках был аппарат из первых партий, в которых наблюдался производственный брак. На лампе вспышки присутствовала наклейка, которая и не позволяла подсветке нормально светить. Здесь уже таких косяков производитель не допустил. Сама подсветка средненькая, на вспышку она не тянет, а вот фонарик из нее получается нормальный. В видеокамере заметен регресс. Если X5 Max был способен снимать видео в режиме Full HD, пусть и с низкой частотой кадров, то версия Pro ввиду наличия урезанного процессора способна обеспечить запись видео только в HD-качестве 720p. Электронная стабилизация при видеосъемке есть. Видеосъемка Doogee X5 Max Pro со включенной стабилизацией и проверяем заодно звук при записи видео. Фронталка также 5-мегапиксельная, но уже без автофокуса. Вот эта большая черная батарея такая же, как у предшественника. Заявленных 4000 мАч в ней нифига нет, но как минимум на емкость 3500 мАч вы рассчитывать можете. Она дает смартфону хорошую автономность. К примеру, в режиме просмотра онлайн-видео X5 Max Pro за 1 час разряжается не более чем на 10%. В игровом режиме разряд составляет примерно 16-17% в час и эти показатели можно считать реально классными. Единственное, что не классно, так это долгий процесс зарядки, который длится 4,5 часа. Использовать более серьезные зарядные устройства для ускорения процесса нет резона. Контролер смартфона не пропускает ток силой более 1 А. И что мы видим в остатке? Перед нами бюджетник с приличными объемами памяти, поддержкой сетей 4G и хорошей батареи. Больше он ничем особенным и не выделяется. Есть ли смысл переплачивать 20 баксов за Pro-версию? Если вам нужны сети 4G LTE, поддержка OTG и хочется больше памяти, то да. Если достаточно поддержки сетей 3G и хватает скромного накопителя на 8 ГБ и 1 ГБ оперативы, то версия Pro вам не нужна и переплачивать смысла нет. Ваши потребности известны только вам, думайте сами, решайте сами. Я свое дело сделал и максимум важной инфы вам предоставил. А сейчас хочу сделать небольшой анонс того, что ждет вас на канале в ближайшее время. Итак, у меня уже на руках долгоиграющий Doogee T6 Pro с просто огромнейшей батареей. Ультра дешевый смартфон Ulefone U007 с ценником всего 50 баксов. А также смарт-часы No.1 D6 на Android 5.1. Обзоры всех этих девайсов вы увидите совсем скоро. Дальше будет еще интереснее. На канале вас ждет несколько премьер. Первый мой обзор на моноблок из Китая. Это мониторы компьютера в одном устройстве. А также я впервые оформил заказ на смартфон от солидного бренда Huawei, о котором также обязательно расскажу. И заказал новую брендовую колонку, которая обещает просто порвать мои уши своим звуком. Что за колонка, узнаете позже. Кроме того, будут другие гаджеты, а может и не только гаджеты из Китая. Короче, пора уж давно подписываться, чтобы ничего не пропускать. И на этом у меня все. Пока-пока. Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok